Добрый день! С вами гид в Праге Элеонора Грекова. В Праге и в других чешских городах продается традиционная выпечка, которая называется тердельник. Тердельник любят как сами чехи, так и туристы. Классический тердельник выпекается на углях, но домашняя духовка тоже вполне может справиться с такой задачей. И в этом видео я вам расскажу, как можно приготовить тердельник дома. Для приготовления нам понадобится мука, сахар, растопленное сливочное масло, дрожжи. Можно брать как свежие, так и сухие. Я предпочитаю свежие. Молоко, яйца и сахарная пудра. Добавляем в дрожжи 3 чайных ложки сахара и перемешиваем. Когда дрожжи станут жидкими, добавляем их к теплому молоку. Температура молока около 36 градусов. И оставляем, чтобы дрожжи пробудились. Тем временем немного взобьем яйца и добавим к ним растопленное сливочное масло. И перемешаем. После этого к смеси добавляем молоко вместе с дрожжами. И еще раз все хорошо перемешиваем. Смешиваем муку с сахарной пудрой. Делаем в муке углубление и выливаем туда жидкую смесь. Начинаем все постепенно смешивать. Выкладываем тесто из миски на стол и вымешиваем около 8-10 минут. Много муки не добавляем. Тесто в итоге должно получиться мягким и эластичным, но при этом не липнуть к рукам. Посмотрите, вот такое получилось тесто. Оно мягкое, но при этом не липнет к рукам. Смазываем миску растительным маслом, чтобы тесто не прилипло. Накрываем миску с тестом влажным полотенцем и убираем в теплое место на 30-40 минут, чтобы тесто поднялось. Когда пекут тордельник на углях, тесто наматывают на металлическую или деревянную палочку, которая называется тордло. В домашних условиях мы можем использовать обычную скалку, намотав на нее слой фольги. Пока подходит тесто, можно еще приготовить посыпку, смешав сахар, корицу и ванильный сахар. Прошло полчаса и смотрите, какое замечательное тесто у нас получилось. Тесто надо обмять, чтобы выпустить лишний воздух. Из шарика формируем колбаску толщиной в палец. Делим наше тесто на 6 частей. Скалку смазываем растительным маслом, для того, чтобы потом легче было снять тордельник. Наматываем наше тесто на скалку, оставляя немного места между витками. Смазываем растительным маслом и обмакиваем в сахаре с корицей и ванилью, одновременно слегка прижимая. Вот что получилось. Ставим в предварительно разогретую до 190 градусов духовку. В качестве подставки можно использовать емкость для выпекания. Выпекается тордельник около 10-15 минут в зависимости от духовки. Итак, наш тордельник готов. Посмотрите, какой он красивый. Если бы я могла передать вам его аромат. Есть его вкуснее всего, пока горячий. Но и остывший он тоже будет мягким и очень вкусным. Если вы любите послаще, то можете внутри намазать его нутеллой или другой сладкой пастой. В летнее время в Праге тордельник начиняют внутри мороженым, фруктами и взбитыми сливками. Испечь любимое чешское лакомство дома не так уж и сложно. Попробуйте. Порадуйте своих родных и близких. Подписывайтесь на канал. С вами была гид в Праге Элеонора Грекова. Увидимся. Продолжение следует...